Сегодня с рабочим визитом в Лабытнанге посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он оценил ход ремонтных работ в гимназии. Напомним, что образовательное учреждение участвует в окружной пилотной программе реновации школ. После обновления в гимназии появится несколько фабрик-лабораторий, где школьники смогут на практике изучать профессии. Кардинальное обновление проводится в гимназии. То, что здесь будет современное образовательное учреждение, заметно, начиная с ограждения. На нем изображены выдающиеся писатели, поэты, ученые. Рядом со школой у лабытнанских детей будет возможность заниматься на свежем воздухе волейболом, футболом и проходить полосу препятствий. Строители готовят основания для спортивных площадок. От самого капитального здания остались прежним только стены. Внутри все стало иначе. Строители штукатурят поверхности будущих кабинетов и подготавливают полы. С современной начинкой учреждение знакомит делегацию директор гимназии. В фабрике лаборатории, я вам уже рассказывала об этой фабрике лаборатории, здесь представлена студия кулинарии, гончарное дело, швейное дело, столярная, слесарная мастерская и 3D мастерская. Что особенного? Во-первых, уникальное оборудование. Вот если мы говорим о студии кулинарии, здесь вот какие только можно представить, кухонные гаджеты, вот все они будут здесь. Дизайнерами разработана современная система навигации по зданию школы. Кроме того, весь первый этаж подготовлен для изучения детьми иностранных языков. Будет трансформированным актовый зал, появится современная библиотека. Просторными станут учебные кабинеты и коридоры. В этом году семь школ округа закрывают на капитальный ремонт и реновацию. Главная задача не просто обновить стены, а пересмотреть пространственные решения и программы образования, научные парки, лаборатории, зоны отдыха. Причем об этом должны позаботиться учителя, которые идут в ногу с современным образованием. В целом образование активно меняется, новые подходы, новые запросы от детей. Удержать наше время, внимание ребенка очень непросто, поэтому все должно на это работать. И стены, и оборудование, и конечно суть образовательного процесса. Это тоже очень важно, чтобы мы получали не только ощущения, но и качество образования. На сегодняшний день в округе порядка ста школ. Есть среди них деревянные здания и морально устаревшие. А есть те, которые уже прошли стадию реновации. Как отметил губернатор, на Ямале одно из самых качественных образований. И все развитые направления в школах нужно поддерживать через программу реновации. Эта программа позволит дать второе дыхание старым зданиям. У нас большая программа по развитию школ. Это и строительство новых учреждений. У нас 25 школ сейчас в процессе проектирования и строительства. Новые, новых районов, где очень они востребованы для комфортности, для доступности школьного образования. И также 25 школ в стройке, 25 школ у нас в активной стадии реновации. Мы видим наш пилотный проект Лабытнанги, который уже в этом году откроет свои двери. В рамках рабочего визита в Лабытнанги у Дмитрия Артюхова была еще одна приятная миссия. Глава региона поздравил семью Липатниковых с 50-летним юбилеем совместной жизни. По этому случаю он вручил сертификат юбилярам и пожелал семье здоровья и долголетия. В честь вашего 50-летнего юбилея искренне всем примите наши слова поздравления. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, что подаете пример крепкой настоящей ямальской семье. Еще 50 лет. Как минимум. Как и полагается, в день рождения семьи – белое платье, строгий костюм, улыбки и цветы. 29 июля Левтина и Вячеслав Липатниковы отметили золотую свадьбу. Учитель и врач познакомились на Ямале в далеком 1974 году. Как признаются юбиляры, это была любовь с первого взгляда. После двух лет почтового романа они поженились, а затем в молодой семье появился сын. Ну а секрет семейного счастья у супружеской пары простой. Что прежде всего необходимо иметь? Ну первое – любовь, выдержку, терпение, понимание друг друга и уметь прощать. Сегодня юбиляры уже находятся на заслуженном отдыхе. Проводят дни в общении с внуками в родном городе Лабытнанге. Признаются, что лучше всего себя чувствуют только на ямальской земле. Поэтому даже отпуск предпочитают проводить здесь. Субтитры создавал DimaTorzok